В Ульяновске продолжает сохраняться режим чрезвычайной ситуации, объявленной вчера вечером. Продлится он не меньше суток. Сегодня дожди будут ослабевать. На юге области они уже почти прекратились. Центр циклона находится над Казанью, поэтому большое количество осадков стоит ожидать на северо-востоке региона и в Меликесском районе. А областному центру предстоит столкнуться с другой стихией. Сильный ветер 25-27, мы все-таки ждем, ожидаем до 15 часов. С 15 часов будет ослабевать ветер, но в течение ночи он 15-20 метров в секунду в северо-восточном направлении. Дождей мы уже в ночь ожидаем слабый до умеренного. Синоптики прогнозируют, что циклон продолжит оказывать свое влияние на Ульяновскую область до следующего понедельника. В это время не стоит ждать жары, зато в дождях дефицита не будет. Но стихия больше не повторится. Осталось пережить одни сутки. Стихия еще не закончилась, а ульяновцы уже подсчитывают ущерб. Первыми на себя приняли удар деревья. Если с проезжей части их к утру уже убрали, то в остальных частях городов этого не наблюдается. Деревья падали на припаркованные машины. Автолюбители в шоке от произошедшего. И собираются выяснять, почему аварийные зеленые саждения не были вовремя убраны с улиц города. Для многих из них стихия стала настоящим апокалипсисом. Сегодня с утра у меня произошло пренеприятельное событие. Оставил автомобиль, ну, как положено, на парковочном месте. Вернулся, утром упал Деева. Деева трухлявая, весь ствол трухлявый. Автомобиль полностью пришел в негодность. Соседи сторожил и говорят, что Дееву более 60 лет. Почему его не спилили, непонятно. Предварительные итоги первого дня буря подвели на комиссии по чрезвычайным ситуациям. У нас достаточно большое количество на сегодняшний день отключений электроэнергии. Есть достаточно большое количество проблем, связанных со снабжением разных учреждений, территорий. У нас есть достаточно большое количество проблем на дорогах, в жилищно-коммунальном комплексе. Особенно беспокоит большое количество подтоплений. Больше всего от разгулявшейся непогоды пострадал Ульяновск. В городе случилось 44 обрыва линий электропередач и 57 подтоплений. Их не избежали даже многоквартирные дома. Перебой со светом в той или иной мере испытывали жители всех районов. Но самое страшное в этой ситуации, что они не обошлись стороной даже областную клиническую больницу. Губернатор дал поручение провести служебную проверку по фактам отключения в медицинском учреждении. Напряженный продолжает оставаться ситуация на городском электротранспорте. По электротранспорту у нас также есть проблемные участки. Это проспект Гая, это улица Локомотивная, Кирова и дамба на улице Шевченко. Поэтому у нас трамваи по данным участкам не следуют. Также данные участки замещены за счет автобусов. Дольше всего восстанавливать придется движение на дамбе. До завтра. На остальных же участках обещают решить все проблемы в течение сегодняшнего дня. Но в целом транспортная система в прошлые сутки со стихией справилась. Задержки были на железной дороге и в воздухе. Вечерний рейс из Москвы перенесли на утро. Но существенных эксцессов не случалось. Речное судно туристического направления, следовавшее из Самары в Казань, должно было забрать 20 человек в городе Ульяновске. Но в связи с тем, что волна достигала двух метров, это критическое превышение для захода в Ульяновский речной порт. Поэтому было принято капитаном, руководством, дежурными диспетчерами решение не заходить в Ульяновск. С людьми в речном порту пообщались и объяснили им ситуацию. Жителям области в этот суровый момент уделялось большое внимание. Только человеческое тепло и забота помогают выстоять во время испытаний. Глава области, например, обратился к работодателям с просьбой не наказывать опоздавших или не сумевших попасть на работу. Все мы люди и в положение нужно уметь входить. Данил Назаряков, Руслан Баталов. Новости дня Ульяновской правды.